О возможности бесплатно посетить театр и стать частью всероссийского проекта «Культурный минимум», к которому 25 марта присоединилась наша республика, будем говорить в сегодняшнем выпуске программы «По существу». В нашей студии региональный куратор проекта Алексей Максимов. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. Сразу к делу перейду. Культурный минимум. Почему такое название проекта? Ну, это вся суть в том, что хотелось бы, суть акции – это привлечь людей. И хотелось бы, чтобы как минимум даже в эти дни, в год театра, люди смогли как минимум просто бесплатно посетить мастер-класс, постановку и увидеть, так минимально обогатиться культурой. В этом плане. Ну, как вы сказали, да, именно посетить театральные постановки, то есть именно суть проекта в чем? Чтобы люди показали доступность, что театр – это недорого, что театр – это интересно, и что театр, он превозносит и воспитывает культуру в человеке. Я правильно понимаю, что именно в этот год, в год театра, проект «Культурный минимум», который уже на самом деле стартовал еще в прошлом году, именно в этом году мы посвятили театрам? Да, особенно в этом году посвятили театр, как раз таки вот именно, и в каждом театре, именно театр, именно в этом году, год театра. Если цель мне понятна, да, показать, напомнить нашему населению, что есть театр, что в них можно ходить, что там интересно, что это достаточно доступно, да, каким образом будет проходить проект? Где, куда можно будет сходить, каким образом? У нас вообще в Чувашии есть несколько театров, театральных учреждений, которые готовы принять наших граждан на бесплатной основе. То есть это ряд театров. Есть, ну, Часарский, да, театр экспериментальный, даже есть в Урнарах. Театр Юнодрития будет в Урнарах участвовать, да. Также еще около восьми площадок по нашему городу, по Чебоксарам, которые готовы принять. Кто-то устроит театральный мастер-класс, кто-то устроит бесплатную постановку, а кто-то готов устроить экскурсии по закулисью театра. И это очень здорово. И я очень рад, что крупные театры нашего города согласились на это. В основном, конечно же, это бюджетное учреждение, но хотелось бы сказать спасибо и коммерческим организациям, которые вышли с нами на связь. Уже хорошо. Это для меня лично говорит о том, что наши уркодители театрального учреждения готовы идти на связь и готовы меняться под нужды граждан. Еще раз, если подытожим. 25 марта, значит, наша республика присоединяется к акции. Получается, что несколько театральных площадок, несколько театров готовы поучаствовать в этой акции. Вот до какого числа продлиться и где, собственно, население сможет узнать о том, в каких театрах, какие постановки, когда пройдут для них в рамках этой акции. Да, конечно же. Получается, как? У нас большая компания, особенно сейчас, приходит в интернет-ресурсе. Конечно же, в интернет-ресурсе можно узнать, да как минимум. Также еще каждый театр, который с нами сотрудничает, мы выслали афиши. То есть на сайте этих театров будет висеть афиша. Какой-то баннер о том, что участвуют в акции. Будет проходить акция, мы участвуем, и именно что именно? Театральный мастер-класс. А сама акция у нас будет идти до 29 марта. То есть неделя, чтобы как раз поучаствовать. В какое время это все будет? Или в разном? Именно разнообразно. Многие театры, допустим, репетиции, рабочий день актера, поэтому она проходит в дневное время, в 10 утра есть некоторые. Кто-то, допустим, как театр «Кукол наш», они в 6.30. Все прекрасно понимают, что взрослые выйдут с работы, возьмут ребенка и могут пойти в театр. То есть следить нужно за афишей? Да, следить нужно за афишей, потому что кто-то устраивает в разные дни. И вся неделя полноценно была наполнена. Вот первый раз акция прошла в прошлом году, культурный минимум. А в Чувашии как? Нашла она отклик у населения? То есть пользовалась популярностью? Или мы присоединяемся только в этом году к этой акции? В Чувашии присоединяемся только в этом году. В прошлом году 65 регионов России всего участвовала в этой акции. В этом году уже вся Россия полномасштабно вышла. Поэтому у нас есть цель – это добиться, чтобы на культурный минимум в этом году сходило минимум 65 тысяч человек. А если мы, не то чтобы перестараемся, а если наоборот, заинтересует эта акция населения, хватит ли всем места? То есть нужна ли какая-то предварительная регистрация на то или иное мероприятие? Ограничено ли количество мест? Да, к сожалению, такое присутствует. У нас ограниченное количество мест вообще в театре, конечно же, в основном, в канал, допустим, в узком-наротическом, вмещает максимум 400 человек. И поэтому регистрация есть, она производится лично через МЕ, да, вот через соцсети. Если кто-то хочет прийти, мы списываемся, созваниваемся, потому что на мои номера, ну, стараемся везде афишировать мой номер. Созваниваемся, организован, так сказать, список, сколько, допустим, ты, Оля, говоришь, я хочу прийти, и со мной еще будет, ну, допустим, 5 человек. У нас всего 6-ро. Я примерно вот записываю и говорю, ага, осталось еще, допустим, 100 мест. Ну, чтобы понятие такое было у меня в голове, что, ну, не переполнять. Вот где все-таки найти контакты такого Алексея, который запишет, да, и скажет, сколько еще мест осталось? Ну, в каких группах, в каких соцсетях, как все это дело называлось? Вообще, у нас есть Дело молодежи в городе Чебоксаро, официально такая группа. Там публикуются часто посты с моей ссылкой на меня, да, очень много молодежно-студенческих групп. Чуть ли не в каждом соцсовете, в каждой группе вуза уже выложили пост. Также сейчас мы договоримся с газетами, чтобы они вышли на связь с нами, ну, сделали какую-то публикацию в газете, небольшую статью. И, конечно же, это радио. Ну, что ж, уважаемые телезрители, сейчас вы видите тоже на ваших экранах адреса, на которых можно найти, будет контакт и записаться на проект «Культурный минимум». А вот все-таки, если такие общие слова, да, театр, экскурсия, значит, заинтересовать население, что это доступно. А если вот немножечко проанонсировать, вот на ваш взгляд, самое интересное такое мероприятие, ну, или одно из самых интересных мероприятий, то скажите немножко о нем. Что это будет, и вот, не знаю, может быть, что лично вас заинтересовало, почему бы захотелось в театр? Ну, вообще, у меня заинтересовало все. Я очень хочу на следующей неделе каждый день присутся на каждом из этих мероприятий. Мне лично интересно. Аккурату положено. Ну, у нас как бы это не то, что положено, но очень интересно самому. Так. А также мне интересует вот это вот за кулиси. Посмотреть именно, как готовится театр, как это все настраивается. Вот, к примеру, расскажите про какое-нибудь одно из мероприятий, которое вот включено в программу на следующей неделе. У нас вот на следующей неделе театр оперы и балета устраивает творческую встречу с художественным руководителем группы. И, получается, будут устраивать они встречу со самими актерами, общение прямое-живое. Это за кулиси по своему театру. И, соответственно, мы можем увидеть постановку, точнее, репетицию постановки перед уже показом. То есть такая, как бы, да, кухня своего рода, да, такого волшебства, которое творится и будет на сцене. Именно вот это вот именно. А это будет у нас проходить на следующей неделе в четверг, 28 марта, в 10 утра. Театр оперы и балета очень будет рад всем, кто захочет прийти. Хочется бы еще, кстати, отметить в плане того, что запись. Я прекрасно понимаю, до меня не смогут дойти все. Не все смогут ко мне записаться. Поэтому будет предусмотрено, что в театре порядка, ну, вот мы идем сейчас в сближение, чтобы порядка 50, может, 50-100 мест оставлялось для того, чтобы люди свободно могли точно знать. Ага, в 2 часа в русском драматическом будет постановка. А дай-ка я приду. Алексей не смог найти, но я приду. И их пропустят. То есть даже если человек, да, не сможет, не записался, есть возможность все равно пройти, если ты знаешь, где и что именно произойдет. Спасибо. Итак, я напоминаю о проекте «Культурный минимум». Мы говорили сегодня в нашей студии с региональным куратором проекта Алексеем Максимовым. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова